Здравствуйте, меня зовут Павел Подкосов, я издатель Alpina Nonfiction. Сегодня я расскажу о нескольких книгах, вышедших у нас в течение июля, и совсем кратенько о новинках августа. Начну я, пожалуй, с книжки, попавшей в лонг-лист просветителя в этом году, Елена Клещенко, ДНК и ее человек. Краткая история ДНК идентификации. Это книга о практическом применении генетической науки сегодня. Собственно, здесь довольно много о том, вообще зачем нужно изучение ДНК. История генетических исследований с древнейших времен до нашего времени. Самое главное, это увлекательный научный детектив, главный герой которого Рюрикович Николай II, Ричард III, любовницы Клинтона и Томаса Джефферсона, нацистские преступники, маньяки, серийные убийцы и много-много кто еще. То, что мы знаем о них сегодня, это заслуга ДНК идентификации. И, собственно, Елена в своей книге рассказывает, как это все работает и как это будет работать в будущем. Здесь довольно много важной информации и размышлений о том, зачем нам нужен генетический паспорт. Стоит ли скрывать свой геном и препятствовать его попаданию в базы данных современных. Что вообще значит генетика завтра? Возможны ли какие-то судебные ошибки в криминалистике на основе генетических материалов и так далее? Это действительно научный детектив, который одновременно дает огромные и обширные знания о современной генетике. Книга по экстрип, нелюбимая дочь, действительно очень важна для нашего общества, где травматичные отношения с матерью довольно запретная тема. На эту тему, в общем-то, не было каких-то серьезных исследований. Пожалуй, это первая книжка на такую достаточно закрытую тему. Я думаю, что в нашей культуре, да и вообще во всех других культурах эта тема важна. Надо о ней говорить, надо излечиваться от токсичных отношений с родителями. Книги издательства Alpine Nonfiction очень разные. И вот сейчас просто хороший пример, когда шесть книг на совершенно разные темы, для совершенно разных аудиторий. Я надеюсь, что каждый из вас найдет что-то себе по душе. Книга Тима Скоренко «Изобретено в СССР» — это вторая книга Тима после книжки «Изобретено в России», которая стала бестселлером. У нас было выпущено 4 или 5 тиражей, по-моему. Книга продолжает продаваться. И вот новая книга, объемная, замечательная, с кучей иллюстраций «Изобретено в СССР». Эта книга, пожалуй, о самом сложном периоде в истории изобретательства. Потому что, если изобретатель в СССР действительно придумывал какую-то замечательную штуку, у него был один только потенциальный заказчик — это государство. Когда он приходил к государству, и государству не нужно было его изобретение, податься ему было некуда. Если в Америке или в Европе он мог предложить свое изобретение в сотни разных мест, то в СССР это было место одно, государство. Вторая проблема в том, что СССР был достаточно закрытой страной, не тотально, но все же. Поэтому многие вещи просто приходилось переизобретать. Например, Ксерокс был переизобретен в России, хотя до этого переизобретения уже много-много лет он был известен на Западе и широко распространен. Тем не менее, мы запустили первого человека в космос, первый спутник — наш, первые луноходы — наши, первые мирные атомные станции — наши, и термин «Вокс» — кислородные коктейли, кирзовые сапоги. Мы много чего сделали. В первую очередь, конечно, СССР известен своими изобретениями в науке, космосе и войне. К сожалению, для своих людей СССР практически ничего не изобретал. Ну, вернее, изобретали люди, но государству это не было нужно. Поэтому не было у нас ни своих пылесосов, ни своих телевизоров, ни своих холодильников. Все это было срисовано с западных моделей, практически без лицензий. Но во многих, конечно, областях мы были первые. Ну, прежде всего, да, это космос, конечно. И все же книга, несмотря на, в общем, довольно такой тяжелый период, книга очень позитивная. Она рассказывает о духе изобретательства, о тех людях, которые, стремясь к новому, познавая, двигали страну вперед. И без этого вот любопытства, да, и желания что-то придумать, человечество, конечно, не развивается. Книга о духе изобретательства, о духе человека, идущего вперед. Психология в кино. Создание героев и историй Татьяна Салахеева и Талал, преподаватель, цельницы Московской школы кино, психолога. Книга о психологических школах современности, о школах, прежде всего, 20 века, в связке с современной кинодраматургией. Автор рассказывает здесь об основных концепциях психологических, именно с точки зрения их применения в современном кино, сценаристике, писательском мастерстве. Эта книжка сугубо практичная. Она поможет сценаристу, писателю, продюсеру, журналисту создать действительно яркие образы, создать психологически выверенный сюжет, создать какую-то достоверную, не плоскую историю. Она, на мой взгляд, прекрасно написана, она действительно дает какие-то реально работающие инструменты. Но это такая вот, мне кажется, книжка необходимая всем, кто интересуется кино, работает с кино и вообще работает с текстами. Включая, кстати, кинопродюсеров, редакторов и так далее. «Загадки сна» от бессонницы до литаргии Михаила Полуэктова, наверное, самого известного авторитетного сомнолога в России, кандидата медицинских наук. Он работает, заведует отделением медицины сна Сеченовского университета. И в этой книге он рассматривает все аспекты сна. Почему человек должен почти треть суток терять связь с реальностью, оставаться беззащитным и уходить в сон? Что такое сон? Что такое фаза сна? Почему возникает бессонница? Существуют ли вещи и сны? Можно ли сны сделать контролируемыми? Что такое литаргия? Зачем нам сон? Физиология сна? Биохимия сна? Психология сна, наконец. Книжка будет интересна как людям, имеющим проблемы со сном, так и тем специалистам, которые занимаются сном и вообще науками о человеке. Мария Кондратова «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке и что современная наука думает о них». Рак в современном обществе является самой, наверное, страшной болезнью, в то же время самой мифологизированной. Вокруг рака огромное количество мифов о способах его лечения, о способах его предотвращения. И Мария Кондратова, кандидат биологических наук, в настоящее время она работает в институте Кюри в Париже, последовательно эти мифы развенчивает, по ходу рассказывая именно о том, что волнует людей, которые сталкиваются с раком или их родные сталкиваются с раком. Здесь есть и причины рака, здесь есть и возможные способы лечения рака, современные методы и предотвращение лечения рака. Все это очень подробно разбирается, все это очень позитивно написано. После книги не остается никакого неприятного привкуса, она наоборот дает какую-то уверенность в том, что с этой болезнью тоже можно сражаться. Но можно сражаться только если ты знаешь, с чем сражаешься. Вот книга подробно описывает нашего врага, и прочитав эту книгу, ты понимаешь, что враг не настолько уж страшен. Если ты о нем много знаешь, то у тебя есть способы с ним бороться. И теперь совсем кратко я расскажу о пяти книгах, которые у нас выходят в августе. Первый это «Время динозавров» бестселлер New York Times, Стив Бруссати, палеонтолог. Эта книга, недавно вышедшая на Западе, получила какое-то невероятное количество призов. Например, она названа лучшей книгой года по версии Смитсоновского института, The Times, популярные механики, Science News, NPR Science Friday, публичные библиотеки Чикаго и многих-многих других изданий. Кроме того, она победитель Good Reads Choice. Это читательский сервис, где люди советуют друг другу разные книги. Она стала победителем прошлого года там. Стив Бруссати один из самых молодых палеонтологов в мире, ему 35 лет. Но это, пожалуй, на сей момент самый интересный и авторитетный палеонтолог. В этой книге он погружает нас в мир динозавров, рассказывая о том, как они произошли, как они развивались, почему они важны нам для понимания эволюции. То есть, здесь вот прямо вся история жизни и смерти этих великолепных существ, которых мы можем сейчас наблюдать на наших улицах в виде голубей, воробьев, ворон и так далее. Птицы – прямые потомки одной из ветвей динозавров, поэтому, в общем, к ним стоит относиться уважительно. Стив Бруссати написал совершенно замечательную книжку. Недаром она получила столько призов и такие отзывы. Это вот действительно история 150 миллионов, по некоторым данным, и 200 миллионов лет жизни совершенно невероятных существ, которые здесь показаны ярко, здорово. И действительно здесь динозавры в этой книжке оживают. И если у вас есть интерес к динозаврам, то это, наверное, лучшая книжка о динозаврах на сегодняшний день в России. Юджин Роган «Арабы. История 16-21 веков». Книжка тоже совсем недавняя, она уже стала международным бестселлером. Огромные продажи по всему миру. Замечательный профессор, автор книги «Падение Османской империи», вышедшая у нас в позапрошлом году. Это действительно огромная книга. Я ее вот сейчас прямо читаю с невероятным удовольствием. Она прекрасно написана и рассматривает всю историю арабов Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, начиная с 16-го и заканчивая, в общем, сегодняшним временем. Какое-то невероятное количество использовано здесь дневников, мемуаров, прямых каких-то интервью с еще живущими героями этой истории. Здесь, ну, действительно, история оживает. Книжка просто потрясающе написана. На мой взгляд, это для всех интересующихся историй не только арабов, а в принципе истории. Здесь, естественно, очень много России, о Советском Союзе, в общем, о всех странах, окружающих арабский мир. Это вот история с большой буквы. Написана при этом прекрасно, и она безупречна с точки зрения науки. Очень рекомендую эту книжку. Не совсем характерная для нас книга. Двухтомник «Отличная квантовая механика». По сути, это такой хардкорный учебник по квантовой механике. Я думаю, что эта тема сейчас очень бурно развивается, а учебников по ней крайне мало. Эта книга написана Александром Львовским, профессором университета Калгари. Написана как учебник. Здесь я не буду обманывать читателей. Это довольно сложная книжка, и, в общем, она полностью отвечает своему названию. Это квантовая механика. Если это вам интересно, то эти два тома могут закрыть абсолютно все пробелы в вашем образовании, связанные с квантовой механикой. Атул Гаванды. Тяжелый случай записки хирурга. Это результат почти 25-летней хирургической практики Атул Гаванды, где он рассказывает о самых непонятных и необъяснимых случаях в истории медицины и в своей личной практике. К сожалению, наука еще пока не все объясняет. И огромное количество примеров вот этого необъяснимого излечения или, наоборот, необъяснимых заболеваний Атул Гаванды приводят в своей книге. Книга рассказывает и о медицинских ошибках, почему они происходят, почему врачебные ошибки вызывают такую реакцию в обществе, возможно ли их избежать совсем, или все-таки они будут случаться и дальше. Что такое врач сегодня, что такое хирургия сегодня, какую ответственность на себя берут хирурги, когда входят в операционную со скальпелем в руках. Вообще, что значит эта работа и почему медицина такая сегодня, как она есть. Крайне интересно, захватывающе. И, в общем, огромное количество тайн, которые в этой книге есть, оно прямо завораживает. Спасибо огромное. С вами был Павел Подкусов. Я рассказал о книжках июля и августа. Читайте книги Alpine Nonfiction. Мы действительно для вас, на мой взгляд, делаем хорошие книжки. И спасибо вам за то, что вы их покупаете.